Я исполнительным пастырем Церкви Филадельфии, ответственным за русские служения. Рад приветствовать тех, кто с нами онлайн, приветствовать составные части Церкви Филадельфии. Прункул, русская, городская. Желаем, чтобы Господь благословил вас, благословил нас, те, которые сегодня, в этот день, собраны здесь, для того, чтобы мы смогли продолжить говорить на тему обещания, принадлежащие кому? Принадлежащие нам. Эти обещания еще в Библии названы как обетования. Обетования, обещания, сказанные Богом, адресованные нам, принадлежащие нам. Мы уже говорили об обещании, которое было дано Богом нам. Это обещание освобождения. Обещание освобождения в личности Господа Иисуса Христа. Иисус, тот, который придет на эту землю, тот, который пришел, тот, который был, тот, который был распят на кресте, воскрес на третий день, вознесся на небеса посредством Господа Иисуса Христа. В Иисусе Христе нам обещано освобождение. Сам Иисус говорит, цитируя Писание, что если Сын освободит вас, если Иисус освободит вас, то воистину будете свободны. Люди сегодня ищут освобождение у различных источников, ищут освобождение в каких-то заведениях, у людей, у врачей, не находя освобождение. Но тот, кто дает освобождение, тот, кто воистину делает человека свободным, это Господь Иисус Христос. И это освобождение обещано нам. Наша зависимость от Бога означает наше освобождение, свободу от всего, что управляет нами и может уничтожить нашу жизнь. И Иисус делает нас свободными. В Иисусе Христе нам обещано освобождение. Об этом обетовании мы говорили, об этом обещании мы говорили в прошлые воскресенья. Также нам обещано водительство Божье. Обещание Божьего водительства. Мы не блуждаем по этому миру, не знаем, откуда пришли и куда направляемся. Нам дано водительство, нам обещано водительство Божье. Бог решил быть нашим гидом, направлять нас. Знаете, порой как GPS, когда устанавливаешь, не знаешь, куда едешь, какую страну, куда, как добраться, куда нужно доехать, включаешь GPS, и он начинает направлять, и ты как-то доверяешься, и порой он тебя заводит не туда, куда нужно, и ты начинаешь искать, что-то происходит, перебиваешь, опять переписываешь адрес, он пересчитывает маршрут и доводит. Бог же совершенно иначе поступает. Он направляет нас, и он не ошибается. Он знает точно, куда привести нас. Он ведет нас в царствие свое, в присутствие свое, к познанию его. Бог тот, который является нашим гидом в водительстве. В водительстве это обещание, водительство дано каждому из нас. Обещание искупления. Искупитель – это личность Господь Иисус Христос. Ранами Его мы были исцелены. В прошлое воскресенье на этом месте мы молились о тех, которые находятся в болезни, о тех, которые находятся в тяжелом положении. Мы молились, прося Господа Иисуса, чтобы Он принес исцеление. И так как две тысячи лет назад Он исцелял больных, Он освобождал зависимых людей, так и сегодня. И в наши дни Иисус исцеляет и освобождает. И нам обещано искупление в Нем, исцеление. Библия говорит нам о том, что ранами Его мы исцелились. О том, что уже совершилось, повествуется. Нам принадлежит божественное исцеление, которое исходит от Господа Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы говорить о тех дарах, которые предоставлены нам Богом. Как вы считаете, какой подарок Бога человечеству является самым большим подарком? Как вы думаете, кто самый большой дар Божий? Жизнь вечная еще, что посредством кого мы получаем? Кто нам предоставляет? Иисус. Иисус. Дар Божий человечеству. Это Сын Божий. Это Господь Иисус Христос. А какой самый большой подарок Господа Иисуса Христа своим последователям? Как вы думаете? Да, смелее. Жизнь еще. Дух Святой. Слышно? Дух Святой. Дух Святой. Совершенно верно. Сегодня я хотел бы говорить об обещании Святого Духа. Бог дает великое обещание своим последователям. За 800 лет до пришествия, до рождения Господа Иисуса Христа. За 2100 лет от самого начала первым людям уже было дано обетование о том, что придет Сын Божий, придет Христос. Чем ближе к пришествию Господа Иисуса Христа за 800 лет до пришествия Иисуса Христа. Пророк Иоиль. И мы читаем в книге пророка Иоиля во 2 главе 28 стихом. И Он говорит пророчество о сошествии Духа Святого. И Он говорит так. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и старцы ваши будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Это обетование было сказано за 800 лет до пришествия, до рождения Господа Иисуса Христа. В дни пришествия Иисуса Христа, тогда, когда пришел Иисус Христос, Он говорил ученикам Своим. В Деянии апостолов в 1 главе 4 и 5 стихом мы читаем слова Господа Иисуса Христа. Иисус при жизни, до того, как был распят, избрав учеников, Он говорил им о том, что Я пойду к Отцу и умолю Отца Небесного. И Он пошлет вам другого утешителя, который прибудет с вами, который научит. И во имя Божье вы будете творить дела, которые и Я совершал, потому что Дух Божий, Дух Святой будет с вами. Иисус, когда ученики не понимали о том, о чем говорил Господь Иисус, их сердца были печальны. Но Иисус говорил о том, что не печальтесь, Я пойду к Отцу, и тогда, когда Я пойду к Отцу, Я пошлю Духа Святого. И Иисус был распят. После распятия, после того, как Иисус был распят, ученики, они разошлись. Иисус по воскресенью Своему встречает, находит по одному, то тут, то там, кого-то встречает по дороге в Ямаус, кого-то встречает у озера Галилейского, собирая учеников вместе. Иисус говорит о том, что Я предвещал, Я говорил о Своем воскресении. И вот Иисус, собрав всех учеников вместе, являясь учеником по воскресенью Своему, Он говорит опять о Духе Святом. И Он, собрав учеников, Он повелел им. И Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Это обетование было оставлено ученикам, последователям Господа Иисуса Христа перед Его вознесением или в момент Его восхождения на небеса. Иисус взошел на небеса в день Пятидесятницы. На учеников сошел Дух Святой. И Дух Святой сегодня наполняет последователей Господа Иисуса Христа со дня Пятидесятницы по сегодняшний день. Об этом событии Пятидесятницы и сошествия Духа Святого мы читаем в книге Деяния Апостолов. При наступлении дня Пятидесятницы. Пятидесятый день после Пасхи. При наступлении дня Пятидесятницы. Все они были единодушны вместе. Ученики, последователи, те, которых по воскресенью своему собрал Господь Иисус. Которым повелел Господь Иисус, чтобы вместе были в Иерусалиме. Ожидали обещанного Духа Святого. И вот мы читаем Деяния Апостола во 2 главе 1 стихом. Что они вместе находились все и ожидали, ожидали вместе единодушно. Вместе находились при наступлении дня Пятидесятницы. Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки. Как бы огненные и почили по одному на каждом из них. Господь крестил Духом Святым. Учеников, последователей. Последователей Господа Иисуса Христа. Ни одному, ни двух. Но Библия говорит нам, что и явились им разделяющиеся языки. Как бы огненные и почили по одному на каждом из них. Каждый, который был на то время собран, ожидал обещанного Иисусом Христом Духа Святого в день Пятидесятницы, был исполнен Духом Святым. И тогда, когда Дух Святой сошел на них, тогда, когда Дух Святой вошел в сердца их, наполнил их, тогда произошло нечто, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать то, о чем мы читаем. Тогда, когда Иисус зашел на небеса. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, сошел на учеников. Все это есть предреченное пророком Яиле. Потому что в тот день Пятидесятницы, когда они начали говорить на иных языках, многие из людей находились в Иерусалиме, из других народов, они слышали учеников, говорящих их наречием, их языком, прославляющих Господа, кто-то слышал их, учеников, которые говорили о дивных, о великих делах Божьих, кто-то критиковал и говорил о том, что они напились сладкого вина, поэтому и происходит то, что происходит с ними. И апостол Петр, он встал и начал проповедовать, он принес объяснение происходящему, и он говорит то, о чем мы читали ранее, это есть предреченное пророком Яиле. И мы читали о том, что сказал пророк Яиль за 800 лет до пришествия Господа Иисуса Христа, до того дня, когда сам Иисус ученикам своим повелел, обещал Духа Святого, и он сказал, и будут последние дни. Эти слова сказал пророк Яиль, и цитирует апостол Петр, и будут последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. В Библии мы читаем исполнение библейского пророчества. В день Пятидесятницы библейское пророчество, то, что было сказано пророком, оно исполнилось. И это относится не только к дням Господа Иисуса Христа, к дням первоапостольской церкви, но это обетование, крещение Духом Святым, относится и к нам. И если они были близки к последнему времени, тем более мы, те, которые живем в эти дни, библейское пророчество является доступным каждому из нас, каждому из вас. Исполнение Святым Духом является частью работы Господа Иисуса Христа. В настоящее время в мире живут около 600 миллионов людей, которые были крещены Духом Святым. Такое количество людей насчитывает Пятидесятническая церковь. Нам дан Святой Дух Господом Иисусом Христом. Для чего нам необходим сегодня Дух Святой? Прежде всего, очень важно понять, что Святой Дух является источником силы внутри нас. В Деянии Апостола, в 1 главе, 8 стихом, мы читаем о том, что тогда, когда сойдет Дух Святой, мы примем силу, когда сойдет на нас Дух Святой, и будем свидетелями Господа Иисуса Христа. Нам необходимо быть исполненными Духом Святым для того, чтобы с дерзновением, для того, чтобы в силе проповедовать о Господе Иисусе Христе, для того, чтобы в силе сегодня нести Евангелие людям, которые не знают еще о Нем. Нам необходима сегодня Божественная сила. Нам необходим сегодня Дух Святой для того, чтобы с дерзновением проповедовать о Господе, о Иисусе Христе. И тогда, когда Бог крестит тебя Духом Святым, ты исполняешься силою, тебе предоставлена сила Божия для того, чтобы проповедовать с дерзновением Евангелия, с дерзновением Слова Божия. Для чего нам необходим Дух Святой? Для того, чтобы с силою проповедовать Слово Божие. Святой Дух является источником силы внутри нас. Во-вторых, для чего нам необходим сегодня Дух Святой? Для чего необходимо крещение Духом Святым? Святой Дух производит в нас внутреннее убеждение о нашей вере и духовной идентичности. В Послании Галатам 4 главе 6 стихом мы читаем слова апостола Павла, где Павел говорит, что мы те, которые приняли Духа Святого, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава-Отче». Дух Святой, который в нас крещение Духом Святым свидетельствует, говорит о том, что ты являешься Сыном Божьим. Ты можешь взывать к Отцу, говоря, «Ава-Отче, Отец Небесный». В-третьих, почему необходим нам Дух Святой? Почему необходимо искать исполнение крещения Духом Святым? Святой Дух является генератором качества нашей духовной жизни. Об этом мы читаем также в Послании Галатам 5 главе 22 стихом. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Более того, апостол Павел говорит о том, что любовь Божья излилась сердца нашим Духом Святым. Без Духа Святого мы не можем жить победоносной жизнью. Мы не можем жить свято, мы не можем угодить Господу, но Дух Святой дает нам силы для того, чтобы в нашей жизни проявлять любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру. Одним словом, проявлять любовь, любить окружающих людей. В этом нам помогает Дух Святой. Необходимо быть исполненными Духом Святым. И апостол Павел говорит, что если мы исполнены Духом Святым, тем самым живем по Духу, поступаем по Духу, угождаем Господу. Но если не исполнены, если не крещены, если нет Духа Святого, у нас нет победы в том, чтобы жить свято, в том, чтобы жить непорочно. Мы можем жить морально, но чтобы жить победоносно, чтобы жить по воле Божьей, проявляя плоды Духа Святого, нам необходим Дух Святой. Святой Дух является генератором качества нашей духовной жизни, поэтому мы нуждаемся в Духе Святом. В-четвертых, Святой Дух предлагает нам особый путь молитвы и благодарности Богу. Апостол Павел пишет в Послании к Олимпиным 14 главе 13 стихом, «А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух Мой им молится, но ум Мой остается без плода». В другом месте Писания апостол Павел говорит о том, что мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, который в нас, Он дает нам слова молитвы. Дух Святой, Он знает, что пред нами, что в нашей жизни. Он знает, что ожидает нас в новом дне, что ожидает нас в следующей неделе, в следующий месяц, в тех днях, которые пред нами, и порой, тогда, когда ты, будучи исполненным, крещенным Духом Святым, тогда, когда Дух Святой побуждает тебя, пробуждает ночью, ты начинаешь молиться, и Дух Святой тем самым ходатайствует, молится о тех событиях, которые пред тобою, которые в дальнейшем в жизни твоей. Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, который дан нам Господом, который в нас, Он ходатайствует. Он молится по воле Божьей. Нам необходим Дух Святой для того, чтобы мы были исполнены силой Божьей. Нам необходим Дух Святой, еще раз рассматривая, для чего необходим нам Дух Святой. Нам необходим Дух Святой для того, чтобы Святой Дух производит в нас внутреннее убеждение о нашей вере и духовной идентичности, для того, чтобы быть уверенными, что мы принадлежим Господу, являемся Божьими, Бог в нас, Дух Святой в нас. В-третьих, нам необходим Дух Святой для того, чтобы мы могли жить богоугодной жизнью. нам необходим Дух Святой для того, чтобы молиться, для того, чтобы жить, для того, чтобы действовать по воле Божьей. Готов ли ты сегодня ощутить исполнение Святым Духом? Понимаешь ли ты важность того, что тебе необходим Дух Святой? Задаваясь вопросом, что нам делать тогда, когда первые христиане были исполненными Духом Святым в день Пятидесятницы, ожидали, за 800 лет пророк Иоиль говорит о Духе Святом, и Иисус при жизни до распятия говорит о Духе Святом, о том, что придет Дух Святой, Он научит, Он наставит, Он исполнен вас силой дела, которые Я совершал, и вы будете совершать Духом Святым. И Иисус был распят, воскрес, является учеником, собирают учеников вместе перед своим вознесением на небеса, говорит ученикам о том, чтобы они ожидали Духа Святого, и вот Дух Святой наполняет первых христиан, сходит на первых христиан, на первоапостольскую церковь. Апостол Петр выходит и начинает объяснять людям, начинает проповедовать, и люди, которые видели первых учеников, которые видели первоапостольскую церковь в день рождения церкви, слушая слова апостола Петра, они задали следующий вопрос, что нам делать? И сегодня, возможно, находясь здесь, ты задаешься таким же вопросом, что мне делать? Я понимаю, что мне нужен Дух Святой, необходим Дух Святой для того, чтобы служить в силе, для того, чтобы жить свято, для того, чтобы быть убежденным в спасении своем. Мне необходим Дух Святой для того, чтобы молиться в силе. И ты задаешься вопросом, что нам делать? Что мне делать для того, чтобы получить Духа Святого, для того, чтобы быть исполненным Духом Святым? Деяние апостола во 2 главе 38 стихом мы читаем ответ апостола Петра. Петр говорит так, покайтесь, во-первых, он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Посмотрите, что необходимо, есть то, что нам необходимо сделать. И третье совершает, как результат крещения, Бог это совершает с своей стороны. Во-первых, с нашей стороны, что мы должны сделать? Покаяться. Что значит покаяние? Осознать, что мы являемся грешниками. Нет ни одного праведника, нет ни одного человека, который мог бы заявить, что я свят, без порука, без греха, без Иисуса Христа никто не может оправдаться своими делами, своей жизнью. Даже те, которых причисляют к лику святых, далеко не святы. Если бы человек мог бы оправдаться своей жизнью, своими делами, не было бы нужды Богу посылать Иисуса Христа, чтобы Иисус умирал за наши грехи. И призыв Божий сегодня к нам, к людям, чтобы мы осознали свою греховность, чтобы мы сделали шаг покаяния, обращения к Господу. Люди, которые видели верующих людей, неверующие люди, те, которые находились в Иерусалиме, которые слышали проповедь, они спросили апостолов, учеников, что нам делать? И Петр говорит, что он говорит им? Покайтесь. Все начинается с покаяния, с нашего обращения к Господу. С того момента, когда мы спиною поворачиваемся к греху и лицом к Богу, осознавая свою греховность и говоря, Господи, прости, прости меня в грехах моих. Является глупым не осознавать, что мы являемся грешниками. Является глупым, потому что все мы понимаем, что несовершенно. Мы согрешаем делами, словами, мыслями, согрешаем. Нет ни одного человека, который мог бы оправдаться своими делами. Бог не осуждает нас. Придет время, придет день, но Бог не осуждает нас сейчас. Бог призывает, Он ожидает, Он проявляет милость свою, проявляет любовь свою, отдал Сына Своего для того, чтобы мы осознали свою греховность, чтобы мы покаяли, чтобы мы признали Господа Спасителем. После покаяния что идет? Это вы сказали, не я сказал. Порой вы делаете так, крещение здесь, а потом покаяние. А бывает порой, что и ни одного, и ни второго. Просто ждут. Ну так нам сказали, мы боимся, вера не знаю кого, не знаю чего. Посмотрите, Библия говорит. Библия говорит, покаяние, а потом крещение. Не наоборот. Некоторые говорят, ну я в детстве, меня мама крестила, в детстве, как бы два раза принимать крещение, это не результат покаяния. Это была воля мамы, это было ее желание, чтобы ты был верующим, но в жизни ты согрешал много, и тебе нужно покаяться, начать с этого момента покаяния, принятие водного крещения. Вот почему мы в формуляре связали покаяние, принимая Господа Иисуса Христа, каясь пред Господом и желая принять водное крещение. Эти вещи взаимосвязаны, эти два шага. Если ты искренен в покаянии пред Господом, если с своей стороны убежден в том, что Иисус есть Спаситель, и желаешь принять водное крещение, Бог с своей стороны, Он говорит о том, что через Иисуса Христа нам дано прощение, и как результат, что Бог дает нам? Дает Духа Святого. И получите дар Святого Духа. «Ибо вам принадлежат обетования». И мы говорим об обещании, которое дано нам Господа, обещание Духа Святого. Это обещание принадлежит нам, дано тебе, дано мне, дано верующим людям. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним». Дальним речь идет о язычниках, о других народах, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Нам принадлежат обетования, детям наши. Все, что нужно с нашей стороны сделать для того, чтобы принять Духа Святого, покаяться пред Господом, принять водное крещение и желать, понять необходимость в Духе Святом. Молиться Господу, и Бог своей стороны дает Духа Святого детям своим, верующим в Него. В дальнейшем я хотел бы, чтобы мы услышали свидетельство одного из наших членов Церкви, который был крещен Духом Святым. В 10 лет я покаялась. Это был особенный момент для меня. Я познала Бога, и это было не только то, что я слышала в Церкви. Я почувствовала что-то личное. Я начала плакать в Его присутствии, и я решила, что буду делать для Бога все, что Он попросит. В этот период мои родители организовывали вечера поклонения у нас дома и молились о даре Святого Духа. Я слышала, что дар Духа Святого это подарок от Бога, который ты получаешь, когда просишь. И я, как ребенок, хотела подарок и решила, что буду просить. Каждый вечер, не рассказывая никому, я молилась в подушку о том, что хочу получить дар Духа Святого. Не знаю как, но хочу. И появилась возможность быть на таком вечере, как этот. Собрались люди, и мама попросила меня взять братьев и посидеть с ними в другой комнате. Я растерялась. Как? Такая возможность, и меня просят уйти? Взяв братьев, я ушла. Начала рыдать. Как так? Я так хочу. Разве если я ребенок, я не могу получить этот дар? Моя мама, находясь в соседней комнате, услышала голос Божий. И он сказал ей, приведи ее, она получит дар. Мама пришла за мной. Увидев, что я плачу, позвала меня на молитву. И я получила луч надежды. Бог услышал меня. Папа объяснил, что мы должны быть свободны перед Богом. Можно стоять, сидеть. Я присела. Помню, что я была скована. И потом папа сказал, отключитесь от всего. Просто просите этот дар с верой, что получите. И я попросила со всей детской наивностью и получила Духа Святого. Это было 8 марта, и это был особенный подарок для меня. С тех пор начался мой путь со Святым Духом в моей жизни. И я благодарна Богу за этот дар, который помогает мне. Я благодарна Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok